Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки Inosiris. Это винтажная ручка от компании Matador. К сожалению, про эту компанию известно очень немного. На FPN есть обсуждение, из которого можно вынести, что это немецкая компания, которая была основана в конце 19 века и просуществовала она примерно до Второй мировой войны. Дальше компания прекратила свое существование. Компания выпускала ручки, обычно недорогие, копировала старательно основных производителей тех времен, то есть Mondlan и Pelican. У компании был завод в Польше и компания сотрудничала со штатами. Вот, собственно, наверное, и вся информация, которую, да, я смог вот найти про этого производителя. Ручка называется Express 976. Ну, и, собственно, наверное, и все, что я вот про нее знаю. Поэтому давайте на нее посмотрим. Во-первых, ручка такая средняя по размеру. Вот так она в длину 13 сантиметров. Диаметр барреля порядка 13 миллиметров. Если мы с вами сравним ее с Mondlan 146, то мы увидим, что ручка, конечно, покороче, но такая достаточно толстенькая. Значит, корпус. Корпус выполнен из двух разных материалов. Баррель и колпачок выполнены из целлулоида. А вот этот вот Blind Cap, то, что называется, выполнен из бонита. Если посмотрите, я не думаю, что вам очень видно. Он по цвету такой не совсем равномерный. И бонит очень хороший материал, он очень приятный на ощупь, но, к сожалению, он немножечко выцветает от времени. Значит, ну и давайте тогда посмотрим повнимательнее. На верхушке колпачка есть вот такая вот пирамидка, изогнутый клип, вот с таким вот довольно интересным, скажем так, узорчиком. И вот здесь есть маленький логотипчик компании Matador. Буква М в кружочке мне напоминает логотип компании Motorola. А здесь одинарное золотое колечко, на котором есть ромбики. Дальше на барреле есть гравировочка, на которой написано Matador, логотип компании, да, и написано Express. Вот здесь есть надпись 976, это номер модели. И здесь есть буковка М. Вот что обозначает эта буква, понятия не имею. Вероятно, ширина пера, но здесь перышко явно не М, не медием. И вот здесь ибонитовый blind cap. Этот blind cap откручивается. И здесь мы с вами видим рукоятку поршневой системы заправки. То есть, когда вот эту штуку крутите, внутри ездит поршень, да, и засасывает, соответственно, чернила. Вот. Раньше многие производители, выпуская ручки с поршневой системой заправки, делали вот такой вот колпачок отвинчивающийся. Это довольно удобно, потому что если вы на обратную сторону надели колпачок, да, и случайно его дернули, у вас не произойдет инцидент с чернилами, да. То есть, у вас ничего не случится плохого. Значит, вот такая вот ручка. Довольно легкая. Я думаю, что здесь грамм, ну, 15, ну, может быть, чуть-чуть побольше, но не сильно. Такая довольно легкая. Колпачок на резьбе. Резьба откручивается всего-навсего за пол оборота. И здесь мы с вами видим резьбу. Резьба сделана очень хорошо. То есть, вот практически, нет, она ощущается пальцами, но она совсем такая, вот не острая, не острая. И вот здесь приталенная секция. Секция также сделана из абонита. Очень приятно. Вот ее очень приятно держать в руках. И абонит, ну, вы знаете, что это такой вот какой-то сорт твердой резины, да. И вот очень приятное тактильное ощущение. Немножко напоминает софт-тач покрытие, например, на современных мобильных телефонах, да. Вот очень комфортная секция. И здесь мы с вами видим перо, на котором написано Матадор. Есть, опять же, логотип. Написано Нью-Йорк. 14 карат, 585. Я вам уже рассказывал, что Матадор это немецкая компания, но она дружила с какими-то американскими компаниями, да. И вот эта пирожка сделана в Штатах. Какой компании конкретно, я, к сожалению, не знаю. И вот здесь мы с вами видим абонитовый фидер с продольными канавками. Вот. В руке ручка лежит очень неплохо. Баланс равномерный. Очень удобная секция. Очень комфортная. Приталенная секция. Очень приятная. Да еще и абонитовая. Вот. Очень-очень-очень неплохо. И давайте посмотрим, что у нас умеет делать перо. Итак, Матадор. Матадор Экспресс. 976. Перо. Скорее всего, друзья, это перо экстра файн. Очень тоненькая перышка. Очень тоненькая перышка. Но не уверен. Может быть, просто файн. Вот что-то между этим. 14 карат или 585-я проба, соответственно, золото. Чернила. Лами. Блю-блэк. А что вам сказать про это перо? Оно довольно интересно отполировано. У перышка есть явный такой свитспот. То есть вот некоторая точка, в которой перо пишет очень-очень гладенько. Но стоит его чуть-чуть повернуть влево или вправо, у меня перышка становится таким сильно зубастым. Подача. Подача, я бы сказал, такая средняя. Средней достаточно. Еще не забывайте, что чернила лами довольно сухие. То есть с подачей претензий особенных нет. И перышка довольно пружинистая. Смотрите. Вот так линия без нажима. А так мы чуть-чуть поднажали. С нажимом без нажима. С нажимом без нажима. Значит, а перышко, я бы сказал, что это такой полуфлекс. Потому что вот это вот у нас происходит при минимальном совершенно усилии. А вот дальше перышко открывается очень неохотно. То есть нужно прилагать очень много усилий, чтобы выжать из него большую ширину линии. Поэтому я бы сказал, что это такой полуфлекс. Вот таким образом, друзья. Таким образом. Ну, довольно симпатичная, на мой взгляд, ручка. Опять же, довольно старая. Я не уверен относительно ее датировки. Но раз все-таки компания Матадор скончалась где-то во время Второй мировой войны, то, значит, она была выпущена до 40-х годов. Ну, и явно она была выпущена после 1929 года, когда, собственно, придумали поршневую систему заправки. Поэтому я бы ее датировал как конец 30-х годов. Вот так что ручка явно такая видавшая виды. Старенькая. В руке лежит очень удобно, очень приятно. Довольно интересное перо. Так что ручка скорее мне нравится, чем нет. Вот такой обзор, друзья. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.